Доброе утро всем! Вот так начинается мое утро. Утро Юлии Меняевой. Сегодня я утром встала, позавтракала чашечка кофе и отправляюсь, как всегда, утром на проверку территории. Я это делаю всегда. Вот сейчас мы просто находимся около пруда. Я вам показываю его, потому что вот мы его не наливаем, как бы из него уходит вода, пленка уже пришла в негодность, поэтому этот пруд будет затягиваться пленкой-светлиться специально для пруда. Вот сейчас ждем, пока оттает водичка, вот и будем все как бы переделывать, переделывать, немножко его почистим, углубим, ну в общем приведем, как говорится, в божеский вид. Ой, ну это детище Ильи Викторовича. Дело в том, что очень хорошо он помогает, и цветы полностью на нем, и участок облагораживает, приводит в порядок. И вот эти вот горшки с прошлого года теперь остается немного обновить землю, положить на дно пролонгированные удобрения, гель, и будем снова весной высаживать в них цветы. Привет, привет, мои дорогие! Вы прибежали, вы думаете, я вам принесла вкусняшку? Дело в том, что, конечно, у них всегда есть и комбикорм, и зерно, но они очень любят отходы с кухонного стола. Поэтому, когда к ним заходишь, мы их не варим, мы их отдаем сырыми. Они сразу же бегут тебе навстречу. Вот сейчас, вот если мы видим на земле, это вот сухая трава, вот все, это мы сейчас чистим участок и высыпаем сюда, поэтому здесь всегда сухо курино и уютно. Сейчас уж очень они любят эту теплицу. Они всегда, извините, они всегда здесь тусуются, потому что здесь всегда сухо, затишье, висят кормушки. Вот, правда, еще поилку мы ниппельную не повесили, потому что бывает легкий заморозок. Как мы их поим, это вот здесь стоит такой бак с водой, и вода подается в ниппельную поилку. Так что им здесь очень уютно и комфортно. Дорогие друзья, вот посмотрите, сколько стоит емкости. Вы видите, вот это столько наполняется водой и в течение дня разливается им по поилкам. Столько воды они пьют в день. Дорогие друзья, вот из этой бочки с насосом каждое утро я поливаю рассаду. Как я ее поливаю, сейчас я вам покажу. У меня вот такая насадка на длинной ручке. Очень удобно. Здесь кнопка включения-выключения воды. И сейчас я вам покажу, как она на большом расстоянии бьет, и как я поливаю рассаду. Я надеюсь, вам видно. Вот так я здесь стою и поливаю все верхние стеллажи. Очень-очень удобно. Это у меня стоит здесь на столе 16-литровый аккумуляторный опрыскиватель. У него опять-таки вот такая вот насадка. Сейчас я вам покажу. Вот для чего он. Это для вне корневой подкормки растений. Дорогие друзья, мы находимся в теплице, которая отапливается. Я вам хочу показать. Вот такая зависть монгольского карлика уже здесь висит. Мы, короче, с вами сейчас полетаем. Сейчас полетаем и не хочу. Для чего полетать? Для того, чтобы узнать, что куда. О, 99. Отлично. Чтобы понять, куда цветочки сажать, куда не сажать. И полетаем. И вам покажу, расскажу. Первое. Сейчас нам нужен будет вообще вот такой, да. Сейчас мы вверх взлетим. Видите? А, я вот сейчас вам покажу. Вы, если видите пруд, вот два прудика. А львее, вот вы посмотрите, львее видите дверь в курятник. И вот в углу, где курятник, а сейчас повыше еще взлетим. Вот так, не надо. Сейчас главное, чтобы птицы меня не нахлобучили, а то они бывают и издеваются. Вот, короче, вы видите пруд. У меня, короче, для вас новый формат. Так, смотрим. Девчат, и вы тоже пишите, что вы думаете? Куда мне что посадить? Так, взлетаем еще повыше. Ну, вот видите, бассейн кругленький. Это у нас бассейн. Он у нас прорван и испорчен. Что я думаю? Я думаю просто в углу, в этом сезоне, в углу, где угол, где вход в курятник, вот в этом углу я хочу посадить какие-нибудь растения. Подождите, друзья, подождите, друзья, это курятники, шмурятники. Давай, вот сейчас мы покажем вам. Летим дальше. То есть видите, да? Видите, понимаете? Мне как-то хочется вдоль забора, наверное, сделать облагораживание. Территория. Летим дальше. Полетели? А мы попытаемся. О, у меня прям, я говорю, ландшафтный дизайнер, блин. Йок-мукарек. Давай сейчас повыше вообще подлетим. Еще повыше и попробуем для себя чисто сфоткать. Угу. Угу. Вот так. Вперед, да? Так, да? Ой, ёк-мукарек, подождите, змея. Измей такой пилот никудышный. Йок-я. Блях ты, муха. Вот так, да? Блин, вот так, да? Это назад, блин. Вперед. Судема. Судема. Вот так мне надо, да? Да ё-а-а. О, такой я, блин, журналист со стажем, блин. Ну вот, да? Угу. Опустимся чуть-чуть. Короче, ладно. Так, сфоткаем. Угу. Ну я, короче, буду заниматься вот этим, вот этим углом в этом сезоне. Вот этим. Угу. Так, пойдёмте, покажу вам перед домом. Пойдёмте, говорю, покажу. Летим. Короче, летим. И мы покажу сейчас вам перед домом. Если у меня не улетит никуда. Ё-кукарек, лечу, как пьяная муха. А шею ничего не вижу. Вот, видите, перед домом. Перед домом я хочу тоже сделать клумбы. Сейчас, подождите. Перед домом я хочу сделать клумбы вот вдоль забора. Видите, вот эти... Сейчас, подожди, вниз. Принземлимся чуть-чуть. На себя чуть-чуть. Жужжит, да? Он жужжит пипец сильно, да? Так, летим, посмотрим. Вот, сейчас покажу вам. Видите, перед домом. Вот этот, где горшочки. Мне надо, я хочу сделать здесь дорожки. Вот, сделал плитки, надо будет рассчитать по плиткам. Угу. И хочу вдоль забора цветы. Хочу вдоль забора цветы. И давай покажу вам ещё, что хочу. И ещё хочу... Сейчас, где-то наш гараж. Сейчас мы слетаем к нашему гаражу. Сейчас мы слетаем к гаражу. И я вам покажу жужжу. Вот наш гараж. Я, наверное, хочу что-то у гаража. Тоже какие-нибудь цветы. Какие-нибудь, да, посадить. Или вдоль дороги, что ли. Или как-то где у нас это... Видите, труба у нас. Идёт, с погреба воду качаем. Цветы надо какие-нибудь тоже туда посадить. Ну, короче, такие дела. Но я должен плиточку ещё купить всё-таки, да? Всё, мы зафотоем. Да. Ну, такие вот дела. Полетали. Рассказал. Всё показал. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова